В другую страну, в Европу. Я все оставила, приехала сюда. Поднялась здесь. Он мне сказал, Наташа, надо вернуться на Украину и помочь. Я могу сказать, да сколько можно? Я уже все знаю. Я сама и могу без него обойтись. Но я никогда так не тоже не скажу, не подумаю даже так. Это мой духовный отец. Он меня взращивал. Он в меня вкладывал. Он тратил свои силы, свои знания, подарил мне Божью любовь такую, о которой можно только мечтать. И я теперь вот так вот могу сказать, а зачем мне нужна эта Украина? Посмотрите, как тут у меня хорошо. Комфорт, дом есть, все есть. Я лучше буду здесь, не буду его слушаться, сколько можно. Но я никогда так не сделала, потому что у меня благодарное сердце. И я понимаю, что без этого человека я никогда бы не состоялась. А люди, которые вот так вот выходят, это люди, которые не имеют благодарного сердца. Они думают, что они сами уже чего-то достигли. Но на самом деле, если в посольстве Божьем о тебе будет знать весь мир, понимаешь, что без посольства Божьего ты... Пропадешь. Не пропадешь, но так и останешься, никем не замечены на этой земле. Вот и все. Потому что это реформаторская церковь, это передовая церковь. Так как мы движемся, еще никто, это мы первопроходцы. Это у нас идет общение с пастырем Натальей Потопаевой в городе Берлине, в репцентре. Почему Бог подумает, что Мартин Лютер будет великим реформатором, великим человеком, о котором через века будут вспоминать благодарность, учиться на его книгах? Кто? И кто тогда не думал? А, его надо сжечь на костре. Если бы не этот герцог, который его спрятал в своем герцоге, он бы погиб. Все от него отмежевались, бросали в него... А Иисус? Зачем Мартин Лютер? Иисус. Поэтому, да, я лучше буду рядом с великим человеком и буду в его величии, чем я буду одна и никакая. Мы уже второй день пастыря, вот у нас такие темы получаются. Знаете, о благодарных сердцах, чтобы сердце было благодарное. Сегодня тоже на шаге была такая тема, почему люди отпадают вообще, почему от Бога отходят. Это же вот первая же из причин, которые это неблагодарное сердце. Да. Если человек неблагодарен. И я, знаете, я вот, и я еще ребятам рассказывал, ну так, свидетельствовал, то, что просто когда я первый, ну вот, когда я в Касселе был в репцентре, когда я отпал, и я вот уже, когда сюда пришел, в этот репцентр, когда снова у меня возобновились отношения с Богом... Слушай его! Когда у меня возобновились отношения с Богом, то, ну, я стал рассуждать, я стал думать об этом вообще, ну, как так получилось вообще-то. И я понял одну такую вещь, то, что, ну, Бог мне показал это на самом деле, знаете, потому что у меня не было личных отношений с Богом на тот момент. И из этого, из этого все истекает, из этого все вытекает. Если нету личных отношений с Богом, то уже о Боге совсем и не думаешь. Думаешь, уже, я уже мыслями в миру жил. Уже в миру жил. И такая вот интересная вещь у меня происходила со мной, представляете? Я вот, я скучал, вот на тот момент, понимаете? У меня какая-то ностальгия была по вот этой вот жизни, вот, которой я жил, представляете? По мирской. По мирской, это кошмар. И не просто вот нормальная жизнь, а именно вот эти вот наркопритоны, вот это вот. Вообще, вот такая вот жуть. Я, ну, у меня, у меня ностальгия была вот этого, мне не хватало вот этого такого вот адреналина, что ли, вот я чувствовал то, что вот. Когда, знаете, когда что-то воруешь, вот, когда, вот, я не знаю, внутри вот это вот, ну, какое-то вот это вот чувство. Я не знаю, как это называется. Эйфория. Эйфория какая-то, вот, вот этого всего. И это все происходит, и это так вот легко вообще, вот так от Бога отойти, так легко и просто. Вообще, вот только стоит немного, немного вообще как-то отвлечься от Бога, как-то немного что-то думать не так, как Бог хочет. И все, и сразу, и сразу вот это все уводит. А это значит, ты просто отбывал? Отбывал, да. Просто отбывал. А не проходил реабилитацию? Просто отбывал. И думал о своем. То есть тогда жениться хотел. Тебе тогда родить.